Михаил Фёдорович начал свой царствами с битвами с поляков, которых он выиграл. Потом сделал армию, много строя. Начал совершать реформу, и страна выросла в три раза больше. В итоге, через некоторое время Михаил погиб. На смену ему пришёл царь Алексей Михайлович. Он сражался с турками, начав войну, при этом был захвачен Азов. Победил шведов. Сначала победил поляков. В итоге была такая страх, подумайте, война в некоторое время. А шведов с казаками уже там были. Бирославская рада и правбережная Украина перешла к Россия. Он начал создавать первый флот. Азов был потерян при Софии Алексеевне. Хабаров с радом своим шёл по уму. Его выставали. В городе Михайлович подавил соляное его стане Степана Разина и метный бунт. В итоге это был бунтажный век. Шадах не отличался умом. Он закончил инструкцию и всё. Потом были убиты много Нарышкинов благодаря столецкому бунту. И в классе пришла София Алексеевна. Она закончила мир с Польшей, но неудачно была турецкая русская война. В итоге пошёл Пётр первый вырос. Она приказала убить его, но Пётр успел сбежать. В итоге они казнили или Фаврита, то Софья и её сверли. Потом совсем чуть-чуть поправил от Пятой. Но скоро он умер и ничего не сделал за своё правление. Пётр первый сначала не смог захватить Азов, а на второй раз он смог. И так же он создал Баганрог, ещё один город. И начал ещё больше монастырей строиться по всей стране. В итоге наподобие тех полков, которых он играл в детстве, создал полки. Плюс он плавал на плече у Мозери в детстве. Точнее, в Юмске. Он закончился и в здании Польши, а также с Саксонией и Запорожскими казаками против Карл XII. Сначала укрепли поляки, датчаны. Датчане и поляки и пали полностью потом саксонцы. Пока Пётр первый восстанавливался после нарков. Поляки много раз пытались что-то сделать, но в итоге август, только сядь простого. Россия выкрепила при лесной поляков и захотела несколько земель по Балтике. Русские убегали. Они сжигали деревню по Беруси. Но они отправились, а на Украине уже более сложно. Оставшиеся казаки пошли к МКУ. После Полтавы Северная война была почти закончена. Оставалось ещё девять лет. Полтавская битва была ожесточённой. И начинали. В итоге всё закончилось бегством. И с вида токар 12-го погибало в боях. А Ивана Мазепу всех плохо никто не видел. В итоге в сражениях при Гангуте и Грингаме русские выкрали шведов. И русский флот стал ликим на Балтике. В итоге токар 12-го убили в Дании. Петр Первый, став императором, зимой спасал людей. Тонушек. Но в итоге сам простудился и погиб. Екатерина Первая любила только праздники и рано погибла. С основной академии наук. Следующим правил Петр Второй, который любил собачью охоту и перенёс в столицу Москву. Следующим была Анна Ивановна. Она любила ещё большие веселья. Анна Ивановна. Анна Ивановна начала новую войну с Турцией и помогла Австрии. В ней был Эрнст Берон. В итоге война с Турцией закончилась гигантскими путирами. Эрнста Берона убили после её смерти. Отправили в Констант Анну Леопольдовну с её сыном Иваном VI. Встреча правила Елизавета Петровна. Она основала Московский университет. Ломоносов стал делать открытие. В итоге произошла Пуская война с Россией. Один полководец, когда Елизавета заболела, ушёл с Восточной Пруссии, но был уничтожен. На его место пришли новые. В итоге был основан ещё Зимний дворец и другие здания в Петербурге. Прусы были уничтожены, но погибла Елизавета. Следующий правитель Петр III заключил союз с Пруссией. Договор с Китаем. И разрешил он дворам не обязательно служить. Но в итоге его прикончили. Разрешили и стал править Екатерина II. В следующем ролике мы поговорим про Екатерину II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II и Александра III. Надо забыть эти правители. Ну, а я вам всё сказал. Ну что ж, ребята. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.